Сегодня 80-летие отмечает народный артист в Беларуси Сергей Кортес. С юбилеем композитора поздравил президент Александр Лукашенко. Сергей Кортес – музыкант, чьи произведения ставились на оперных сценах всего мира. А киношлягера и его авторство знает каждый на постсоветском пространстве. С юбилеем встретилась Елена Бормотова. Кортес создается немогчимо уявить без окуляров. Яны – как визитовка композитора на всех афишах и фотосдымках с хатного архива. Меж тым 80, и он сустракаю у новым имиджи, але с тым же классичным акцентом. Он народился у Чили и до 20-ти годов, будучи композитор, прожил у Аргентине. Кортесом он стал только в Минску, узял прозвища «Батьки». И до этого молодого музыканта ведали, как Сергея Шостаковского. Его прадед Шостаковский был вельми значной фигурой в музычном свете до революционной России. Вучень ференциалисты и засновальник Московского филармоничного товарыства – сёняшний Гитис. А после революции семья эмигрировала. Мы каждую субботу слушали одну станцию в Аргентине, Эле-Р-5, я помню даже, которая передавалась опера. И поэтому в течение всей нашей жизни вообще мы прослушали всю оперную классику, которая была в записях, при том очень крупными исполнителями. Это страшно интересно. После смерти Сталина семья вертается в СССР. В Минску Картес поступает в консерваторию. Вычится сразу на двух факультетах – как пианист и как композитор. Вычень Аладова и Богатырова. Працует Амаль во всех театрах. Начинает с Купаловского. Затым киностудия. За музыку до фильма «Пташука» возьму твой боль, Картес становится лауреатом Держпремии Беларуси. Я даже иногда смотрю на это, как это я писал. Аутор пяти опер, причем усе ставили на сценах театров Европы и Америки. Усе без выключения творы Картес писал за хатним роялем. Инструменты сегодня у квартиры композитора. Тут же фото с дымки свояков. Утым лику и батьки. Его он у першыню убачил только прас десятки годов. На чале Великого театра Беларуси Картес стоял больше за 10 сезонов. За этот час композитору удалось повеличить заполняльность глядельной залы больше чем на 90%. Когда с початку его службы на посаде директора на оперу приходило у сего десятка полтора человек, то на приконце его директорства зала была заполнена амальцалком. Зим же беларуская опера вышла на международную простору. Первые гастроли отбылись аминовита при Картесе. У театры пройдя и юбилейный вечер композитора. 28 лютого премьера балета «Хто я» и в этот вечер у першыню. На великой сцене дадуть оперу «Медведь». Алена Бормутова, Миколай Рузавин. Агентство «Телиновин».